Немецкий мотоцикл «Дюндапки» С-750 принимал участие в Великой Отечественной войне в составе немецкой армии. И поэтому транспорт стал большой редкостью для российских музеев. За 70 лет реконструкторами была проделана большая работа по восстановлению мотоцикла и поиска запчастей к нему. Мотоцикл реставрировался почти три года. Это одна из жемчужин немецкого мотостроения. Их было выпущено всего полторы тысячи штук, 1400 с чем-то на войну. В 1944 году они их уже не выпускались, то есть до 1944 года они выпускались. И понятно, что одна из 1400 сохранившихся вещей сейчас находится в нашей коллекции. Модель «Дюндапки» С-750 выпускалась исключительно для нужд вооруженных сил нацистской Германии. После победы Красной армии в Великой Отечественной войне мотоцикл превратился в мирное транспортное средство и находился в частном использовании. Вместе с коляской его масса составляет более 420 килограммов. Мотоцикл зарекомендовал себя как очень надежное транспортное средство, легкое в управлении. Этот мотоцикл, кстати, он полноприводный, с приводом на коляску. Вообще вещи интересные, уникальные. У нас были такие экземпляры, это уже в России делали, в Советском Союзе, Днепры, с приводом на коляску. Очень интересная техника. То есть он еще и может за собой прицеп тянуть, даже пушку может тянуть. В музее автомототехники хранится более 40 видов мотоциклов. Самому старшему из них – 80, а младшему около 40 лет. Среди экспонатов – спортивные, военные, кроссовые, мини-мотоциклы и другие. Также в музее можно увидеть большое количество ретроавтомобилей, которые принимают участие во всероссийских показах и занимают призовые места. А совсем недавно участников исторического общества «1945» пригласили принять участие в съемках военного фильма с мотоциклом «Зюндапки С-750». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok